Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжаем ряд лекций, которые посвящены заболеваниям желудочно-кишечного тракта и уделим внимание кислотозависимым заболеваниям. И, конечно, тем заболеваниям, которые наиболее часто встречаются в амбулаторной практике. Это функциональная диспепсия, гипероцидный гастрит, мы затронем и другие виды гастритов, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Естественно, мы будем рассматривать эпидемиологию, морфологию, затронем вопрос о классификации, диагностике и естественной лечении. И так как мы говорили о том, что кислотозависимое заболевание нужно не забывать о факторах агрессии, факторах защиты, так называемых в весах шеи, и превалирование факторов агрессии над факторами защиты приводит к заболеваниям кислотозависимым. То есть сам ответ, он, в общем-то, в названии тенозологии, то есть связанные заболевания с повышенной продукцией соляной кислоты. И, конечно, любому доктору, который видит пациента на амбулаторном приеме, нужно сразу проводить дифференциальную диагностику. Перед ним молодой пациент или все-таки пациент возрастной. Для молодых характерна гипероцидность базальная в теле желудка менее полутора единиц, чаще всего наследуется генетически. Поэтому, когда к нам приходит пациент с кислотозависимым заболеванием, мы предполагаем, естественно, это важно не только для любых нозологий, но особенно для кислотозависимых заболеваний, спрашивать анамнез. Указания на амнестические, на язвенную болезнь желудка 12-перстной кишки в ближайшем родстве, у родителей, у дедушек и бабушек. Уже в детстве приводят к заражению хеликобактер пилори. И когда мы у молодых говорим про кислотозависимые заболевания, особенно про пептическую язвенную болезнь, не нужно ее путать с другими поражениями эрозиноязвенными желудка 12-перстной кишки, которые обусловлены другой этиологией. Для молодых характерна истинная, и что такое истинно-пептическая язвенная болезнь? Это язвенная болезнь, которая обусловлена повышенной кислотопродукцией, чаще всего она следуется генетически, обусловлена наличием хеликобактер пилори инфекции. Соответственно, эти пациенты, они наблюдаются амбулаторно, лечатся амбулаторно с достаточно хорошим эффектом, и об этом поговорим чуть позднее. Может быть приобретенной во взрослом возрасте. Теперь мы поговорим о кислотосависимых заболеваниях, в общем-то акценсирую, у пожилых пациентов, у возрастных пациентов. И здесь огромный спектр нозологий, которые могут привести к коррозивно-язвенным поражениям желудка 12-перстной кишки. Но в практике мы помним, что на первом месте это сердечно-сосудистое заболевание, соответственно, хроническая диспепсия при хронической сердечной недостаточности, это расклероза чревных артерий. Если произошла острая сосудистая катастрофа, то есть острая ишемия при инфаркте миокарда, расслоение аорты, естественно, обусловлено приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Все это приводит к поражению, развитию разивно-язвенных изменений, слизистой желудка и 12-перстной кишки. Начнем мы с функциональной диспепсии. Надо сказать, что функциональная диспепсия достаточно распространенный диагноз. У нас, наверное, даже в стране он не настолько распространен, как в странах Европы. Немножко возникает у многих докторов путаница, когда диспепсия мы в клинике внутренних болезней расцениваем как синдром, в европейских источниках диспепсия больше звучит как диагноз. Надо сказать, что единого определения понятия диспепсии не существует. Надо любому доктору понимать, что существует функциональная и органическая диспепсия. Чем они отличаются? Функциональная симптома не находит никакого объяснения. Органическая диспепсия, когда установлен диагноз, вызывающий эти симптомы. Функциональная диспепсия – это состояние здоровья пациента, которое указывает существенное влияние на его обычную текущую деятельность и характеризуется наличием одного или более следующих симптомов. Но в первую очередь это чувство полноты после еды, быстрая насыщаемость, эпигастральная боль или эпигастральное жжение, которые необъяснимы после обычного клинического исследования. Достаточно высокая распространенность функциональной диспепсии составляет примерно около 25% взрослого населения, заболевает примерно по разным источникам от 1 до 10% населения. Распространенность достаточно стабильна на протяжении последних лет, согласно данным статистики. И надо отметить, что женщины болеют чаще, чем мужчины. Есть определенные факторы риска. То есть, когда к вам приходит на амбулаторный прием пациент, мы всегда для любой нозологии оцениваем факторы риска. Так вот, для функциональной диспепсии – это женский пол, как мы сказали ранее, более старший возраст, снижение уровня урбанизации, чаще всего инфекция хеликобактер пилори, приемы НПВП и другие факторы. Что же способствует развитию функциональной диспепсии? В первую очередь, это замедленная желудочная эвакуация. Это доказанные факторы, согласно римским критериям 4. То есть, ослабление моторики антрального отдела желудка с замедлением эвакуации содержимого. Также нарушение желудочной аккомодации, которая контролируема вагальным рефлюксом. Но мы знаем, что нервус вагус, он у нас царь всего. И снижает способность кардиального отдела и дна желудка расслабляться после приема пищи под действием нарастающего давления содержимого на его стенке. В норме этого не происходит. И нарушение ритма перистальтики. Как мы говорили, что в последнее время есть такой термин – повышенная проницаемость слизистой желудочно-кишечного тракта. И нарушение на трех этапах защиты проницаемости тоже может привести к функциональной диспепсии. Потому что ранее считалось, что функциональные расстройства – это только расстройства функции, нет никаких изменений. Сейчас доказано, что на протяжении желудочно-кишечного тракта это нарушение проницаемости трех слоев слизистой желудочно-кишечного тракта на всем протяжении. Функциональная диспепсия имеет четкие критерии. То есть мы не можем поставить диагноз просто посмотрев на пациента и собрав жалобы. Существует несколько подклассов, так скажем, функциональной диспепсии. В первую очередь это постпрандиальный дистресс-синдром. Второй – это пегастрально-болевой синдром. Это все внутри функциональной диспепсии. Но не будет большой ошибкой, если вы поставите диагноз только функциональной диспепсии. И так для нее характерно. Беспокоящее неприятное чувство полноты после еды. Нужно иметь для того, чтобы поставить диагноз один или более из следующих симптомов. Беспокоящее быстрое насыщение. Беспокоящее пегастральная боль или пегастральное жжение. Отсутствие данных об органической патологии. Ну а мы об этом уже говорили и будем говорить, что все-таки функциональные расстройства – это диагнозы, пока в настоящее время диагнозы исключения. То есть, когда мы исключаем любую другую патологию, мы можем поставить и при наличии симптомов, которые укладываются в римские критерии 4, мы тогда можем поставить диагноз функционального расстройства. Для постпрандиального дистресс-синдрома характерен один или два симптома не менее трех раз в неделю. Последние три месяца на протяжении последних полугода. Это как бы общее правило для всех функциональных расстройств, для того, чтобы поставить диагноз. Для него характерно беспокоящее чувство полноты после еды, беспокоящее чувство быстрой насыщаемости. Или пегастральный, не или, а и пегастральный болевой синдром. Это беспокоящее пегастральная боль и беспокоящее пегастральное жжение. Что же мы должны увидеть объективно? Прежде чем приступить к осмотру объективному, мы собираем жалобы и анамнез. И, конечно, есть такое понятие красных флагов, которые характерны для любой нозологии. И мы должны любую нозологию рассматривать с позиции госпитализации, решение вопроса госпитализации пациента в стационар или более пристальное его обследование и наблюдение. Так вот, для функциональной диспепсии, когда мы видим перед собой амбулаторного пациента, мы должны обратить внимание и спросить, была ли потеря массы тела за последнее время, есть ли повторяющая тошнота, рвота, прогрессирующая дисфагия, ну, естественно, грозные симптомы, осложнения, такие как кровотечение желудочно-кишечного тракта. Объективно возможна болезненность при пальпации в эпигастральной области, но ее может и не быть при объективном обследовании. Конечно же, мы должны пациенту назначить весь спектр лабораторной диагностики, но не весь, а основной, а, конечно, клинический анализ крови. Мы должны обратить внимание на гемоглобин, уровень СОЭ, но для функциональной диспепсии мы понимаем, что никаких изменений ни в общем анализе крови, ни в биохимическом анализе крови мы не должны увидеть. Сейчас современное определение скрытой крови в калии – это иммунохимический метод, потому что мы знаем, что прошлые методы, они не объективны, потому что иногда даже при потреблении белковой пищи анализ скала на скрытую кровь давал ложноположительные результаты. Но сейчас этот метод иммунохимический, он доступен во многих поликлиниках, и поэтому его необходимо назначать пациентам. Основные методы исследования. Когда вы собираете анамнез, жалобы, вы делаете электрокардиограмму, для функциональной диспепсии вы должны сделать эзофагогастрододеноскопию. И, конечно, современный метод, и вы об этом не должны забывать, он существует более 20 лет, обязательно написать направление, чтобы определили хеликобактер пилори. Дополнительным методом относится достаточно большой спектр исследований, начиная от электрогастрографии, сцинтиографии. Метод для кислотозависимых заболеваний, которые используются как критерий постановки диагноза ТПАЖ и импедансометрия. Достаточно информативный метод, который показывает не только забросы кислого содержимого и кислотность желудка, и уровень ПАЖ в пищеводе, но он показывает другие рефлюксы, в том числе щелочные рефлюксы, которые важны для постановки диагноза. Если мы у пациента подозреваем онкологическое заболевание, есть такое понятие онкоскрининг, соответственно, вы должны решить вопрос о назначении колоноскопии таким пациентам. Дифференциальная диагностика мы, конечно, проводим, вы проводите, когда видите таких пациентов с функциональными расстройствами любого происхождения. То есть это гастрододинальные функциональные расстройства, функциональные расстройства дисфункция сфинтера ОДИ, то есть желчеводящие системы. Примеры формулировки диагноза. Функциональная желудочная диспепсия или неязвенная диспепсия с синдромом пагастральной боли. Органическая диспепсия – это все заболевания верхних отделов желудочно-кишечного тракта, начиная от гастродофегальной рефлюксной болезни и заканчивая заболеванием желчеводящих путей, если мы диспепсию рассматриваем с позиции синдрома. Основное лечение функциональной диспепсии как диагноза не синдрома, еще раз хочу акцентировать внимание, это устранение факторов риска, это диетические рекомендации, и назначается симптоматическая терапия, начиная от ингибиторов протона помпы, иногда достаточно в половинной дозе, если и в зависимости от того, какие симптомы сопровождают диспепсию, прокинетики, спазмолитики, то есть ориентируйтесь на пациента. По показаниям, если есть хеликобактер пилори, мы поговорим чуть позднее, назначается эрадикационная терапия. Но опять же, есть абсолютные показания для эрадикации, есть относительные показания, вы должны об этом помнить, потому что эрадикация хеликобактер пилори проводится минимум двумя антибиотиками, в большой концентрации, не менее 14 дней. И вы должны понимать, что когда вы назначаете такую антибактериальную терапию, вы можете получить вместе с этим и ряд значительных и достаточно тяжелых побочных действий. Какая же профилактика? Ну, профилактика – это активное выявление факторов риска, о которых мы поговорили выше. Поэтому вопрос о диспансеризации, он очень актуален и важен, и необходимо пациентам проводить диспансеризацию. И сейчас во всех поликлиниках диспансеризация активно внедрена. Это, конечно же, когда вы видите пациента, необходимо говорить о изменении образа и стиля жизни. И назначается профилактика инфицирования хеликобактер пилори. Вторичная профилактика – выявление больных с клиническими выраженными формами диспепсии, лекарственная терапия. И если настораживающие есть симптомы, динамическое наблюдение этих пациентов, а также есть такое понятие – терапия по требованию. То есть, когда выявляются симптомы, и мы нашим пациентам должны говорить о том, что есть такая терапия, какие медикаментозные препараты можно применять, мы тоже должны им рекомендовать. Итак, гипероцидный гастрит. Прежде чем говорить о гастрите, нужно, я сейчас очень коротко скажу, анатомия, но и прежде чем говорить о всех формах гастрита, нужно запомнить, что хронический гастрит – это морфологическое понятие. То есть, мы не можем поставить диагноз гастрита только на основании заключения гастроскопии. У нас должна быть биопсия. То, что ставится гастрит без морфологической верификации – это неправильно. Конечно же, в зависимости от локализации, вы знаете, что дно тела – антральный отдел, малая кривизна – большая кривизна. Вы помните, что если мы находим разивно-язвенное поражение, я уже забегаю вперед по большой кривизне, мы должны сразу задуматься о раке. И об этом вам, наверное, неоднократно говорили. Нужно помнить, что слизистая желудка состоит из слоев слизистой оболочки подслизистой, которая, в свою очередь, подразделяется на несколько слоев. То есть, слизистая оболочка – это слизи собственная пластинка, а подслизистая оболочка состоит из нескольких слоев мышечных волокон, циркулярные, продольные, сирозы. Итак, хронический гастрит – это группа рецидивирующих, длительно протекающих заболеваний, которые характеризуются воспалительными и дистрофическими изменениями слизистой оболочки желудка. Поражение слизистая может быть первичным, рассматриваемым как самостоятельное заболевание, и вторичным, обусловлен другими инфекционными и неинфекционными заболеваниями. Хронический гастрит – это настолько огромное понятие, потому что воспаление слизистой желудка может сопровождать практически абсолютно любую нозологию. Поэтому прежде чем ставить этот диагноз на первое место, нужно обязательно выяснить анамнез и сопутствующую патологию у пациентов, которые пришли к вам на прием. Приводит к хроническому гастриту абсолютно любые факторы, начиная от нарушения питания, злопотребления алкоголем, курения и так далее. Это, конечно же, лекарственные препараты, особенно нестероидно-противовоспалительные препараты. И обратите внимание, какой огромный спектр заболеваний, которые приводят к воспалению. Это воспалительные заболевания органов брюшной полости. Это хронические очаги инфекции. Это напрямую касается стоматологов, кариозная полость и так далее, длительно налеченная. Это хронические очаги инфекции, лор-патология. Эндокринные заболевания, сахарный диабет. Мы знаем, что это системные заболевания, которые выходят сейчас на первое место. Метаболические, которые встречаются в практике. Осложнение сахарного диабета, кетоцидоз, уремия и так далее. Прежде чем говорить дальше о хроническом гастрите, нужно вспомнить, что в желудке существуют основные клетки, которые участвуют в процессе пищеварения. И когда нарушаются их функции, у нас возникает воспалительная реакция. Это обкладочные клетки. Вы знаете, одна из главных клеток, которая вырабатывает соляную кислоту. И как раз препарат ингибитора протонной помпы основное действие направлено на блокировку протонной помпы для того, чтобы снизить выработку соляной кислоты. Это добавочные клетки, которые выделяют слизь. Эндокринные клетки выделяют гормон гастрин. Вы знаете синдром Золлингера и Лисона. Когда у нас гиперпродукция гастрины и повышенная кислотопродукция. И когда вы видите пациента, который не купируется даже высокими дозами ингибиторов протонной помпы, нужно задуматься об этом заболевании. Оно встречается не так часто, но тем не менее встречается. И главные клетки, которые выделяют фермет пепсин. Клиника тяжести, боли в эпигастре. Может быть изжога, тошнота, рвота. Может быть жалобы со стороны нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Потому что мы понимаем, что нарушается пищеварение в верхних отделах. Вся эта пища недостаточно переваренная, обработанная кислотой. Она спускается в тонкую кишку. И вызывает, соответственно, у нас жалобы на метеоризм, нарушение стула. Это такая тоже огромная тема, которая требует отдельного внимания. Объективно мы начинаем осмотр, с осмотра языка. Зык может быть обложен налетом. Если есть дефицит при атрофическом гастрите B12, дефицитная аномия, мы можем видеть лакированный язык. Мы должны пропальпировать органы брюшной полости. Вспомнить про педевтику внутренней болезни. И чаще всего это болезненность в области эпигастре. Единой такой классификации, которая является золотым стандартом для любого доктора любой страны, ее не существует. Я вам сейчас приведу несколько классификаций, которые распространены и которые получили такую большую популярность. Первая классификация, это классификация так называемая сиднейская, которая подразделяет на несколько видов гастрита. То есть это гастрит типа аутоиммунный, типа B-хеликобактерный, хронический гастрит типа C-рефлюкс-гастрит. Выделяет отдельно лекарственные, выделяет отдельно при алкогольной поливистропатии гастрит, но мы называем чаще всего портальная гастропатия. Есть гастрит неустановленной теологией, когда нет видимых причин для развития воспаления желудка или 12-перстной кишки. В отдельную классификацию выделена особая форма гастрита, которая встречается при таких заболеваниях достаточно тяжелых, как туберкулез, болезни крона и другие. По топографическому признаку, то есть в зависимости от того, где видят по эндоскопии воспаления, мы выделяем антральный гастрит, пангастрит или гастрит тела желудка. По гистологическому признаку степень воспаления должна быть описана, степень атрофия, степень кишечной метаплазии. Это очень важно, потому что мы любую метаплазию рассматриваем с позиции предрака. И мы пациентов, у которых выявлена метаплазия, в зависимости от того, какой степени должны наблюдать и рассматривать с позиции развития онкологического заболевания. Если выявлено хеликобактер пилори, соответственно, минимально умеренная выраженная степень обсеменения, это должно быть отражено, но как минимум должно быть отражено в диагнозе, ассоциирован с хеликобактером или не ассоциирован. По состоянию кислотообразующей функции, повышенная или нормальная секреторная функция, мы должны это отражать, но иногда в условиях амбулаторных это невозможно, потому что должна быть проведена как минимум по ашметрии. Классификация хьюстонская, она похожа на сиднейскую, но она более короткая, указаны те же самые формы гастрита, но еще добавлена по эндоскопическим признакам, то есть есть ли эрозия, есть ли гиперплазия, геморрагический или рефлюкс-гастрит. Последнее время получила классификация 2008 года, которая основана на 5 биоптатах, то есть берется 3 биоптата в антральном отделе желудка и в теле желудка 2 биоптата, и она является наиболее современной, потому что я хочу опять вернуться и напомнить о том, что гастрит это морфологический диагноз, и соответственно взяв 5 биопсий, мы с достоверностью можем поставить диагноз гастриты и изменения при биопсии, которые видят. Очень широко распространена эта классификация гастрита, вы, наверное, слышали в рамках киотского консенсуса. Она более такая детальна и подразделяет в первую очередь это иммунный гастрит, вторая по классификации это инфекционный гастрит, куда входит огромное количество, вы видите, от хеликобактер пилори другой бактериальной этиологии и грибковый гастрит. Также гастрит выделяет отдельную форму, вызванную внешними причинами, о чем мы говорили, в общем-то, в других классификациях. Гастрит вызвано специальными причинами, то есть это лимфоцитарные, зенофильные, достаточно редкие формы, но опять вы видите по классификации, что невозможно поставить этот диагноз, если мы не видим результаты биопсии. И гастрит обусловлен другими классифицированными заболеваниями. То есть понятно, что если мы видим системное заболевание, в рамках его мы и расцениваем как раз воспаление слизистой желудка 12-перстной кишки. Какие основные методы лабораторной диагностики? Они традиционны, то есть берется всегда, в общем-то, для любой нозологии характерно общий анализ крови, обращаем внимание на уровень гемоглобина, соя в биохимическом анализе крови, мы смотрим дополнительные изменения, характерно, возможно, для другой нозологии. Иммуно-химический метод определения скрытой крови в калии и определения хеликобактер пилоры. Дополнительные методы, если у нас есть подозрения на другие формы гастрита, можно дополнительно определить уровень витамина В12, когда мы видим особенно трофический гастрит. Определение антител к париетальным клеткам желудка, внутренним факторам кастла, если мы подозреваем аутоиммунный гастрит. Но я хочу сказать, что это достаточно сложные вещи, наверное, для амбулаторного врача, но любой доктор должен знать, что эти методы существуют для того, чтобы предполагать, куда этого пациента отправить, если у вас не укладывается в обычную клиническую картину. И основной метод – это, конечно, изофагогастродоноскопия, сприцельная биопсия, не менее 5 биоптатов, сэндентификация хеликобактер пилори. Ну и дополнительные методы, особенно в прошлые годы, порядка 10-15 лет назад, все были отделения гастроэнтерологии, их было достаточно много, и проводилось обязательно фракционное желудочное зондирование, то есть определяли состав желудочного сока, и дополнительная пиашметрия, рентген желудка тоже уже отживает себя метод, но он, возможно, его использовать в амбулаторной практике, когда у вас есть по клиническим данным, вы подозреваете рак у пациента, есть такая форма, инфильтративная форма рака, которую при гастроскопии изнутренней слизистой невозможно увидеть. И вот как раз рентген желудка помогает. Но сейчас новые методы компьютерной томографии, мы знаем, что раньше компьютерная томография просматривала только паренхематозные органы, и, соответственно, сейчас высокотехнологичные методы, и вот рентген желудка в связи с этим, конечно, уходит на задний план. По поводу хеликобактер пилори хочу остановиться, потому что существуют прямые методы определения хеликобактер пилори, и существуют непрямые методы без биопсии. Когда вы направляете на гастроскопию, я уже об этом сказала, нужно обязательно указать, чтобы определили хеликобактер пилори. Вот какие методы существуют. Микробиологический метод – это непосредственно биопсия определения, определение ПЦР в биоптате, есть кампи-тест, так называемый уриазный тест. Вы помните, что хеликобактер – бактерия, которая выделяет уриазу, которая определяется в том числе уриазным дыхательным тестом, то есть при выдыхаемом воздухе у пациента. Это очень удобный метод, потому что он не требует гастроскопии, он относится уже не к прямым методам. И цитологический метод – это непосредственно окраска биоптата. Вот непрямый метод уриазный дыхательный тест, он десятилетия уже существует, я очень хорошо зарекомендовал, малоинвазивный, быстрый результат. ПЦР – определение антигенов хеликобактер пилори в стуле. Это, например, очень актуально, особенно для маленьких детей. Сирологический, с определением титров антител, иммуноглобулина G и иммуноглобулина A. Но дело в том, что иммуноглобулина – это скрининговый метод, он не является методом для оценки эффективности хеликобактерной терапии. Поэтому, если вы идете или направляете пациента и подозреваете, что у него хеликобактерная инфекция, назначаете тот метод, который точно подтвердит, есть это инфекция или нет. И есть такой метод, непрямой метод анализ устойчивости хеликобактер пилори к антибиотикам. Это очень актуальная тема, потому что вы знаете, что любая бактерия, есть понятие устойчивости к бактериальным препаратам. И, соответственно, когда вы проводите, мы будем касаться язвенной болезни желудка, эрадикации, у вас будет неэффективна терапия, нужно помнить о том, что есть понятие анализа устойчивости посева, чувствительности к антибиотикам. И в зависимости от того, к чему чувствительна хеликобактер пилори, вы выбираете такую схему. Ну, дифференциальная диагностика, она, конечно, со всеми заболеваниями верхних отделов желудочно-кишечного тракта проводится. И вот формулировки, примеры формулировки диагноза. То есть хронический антральный гастрит, хеликобактер пилори ассоциированы в стадии обострения. Если есть биопсия, вы все это расписываете, как согласно классификациям, которые мы уже проговорили, вы пишете диагноз. Какие принципы лечения? Это итиотропная терапия. Невозможно начинать лечение без рекомендаций диетических. Невозможно начинать лечение без лечения основной патологии. Патогенетическая терапия. Это коррекция секреторных и моторных нарушений. То есть в зависимости от того, с чем сопровождаются основные жалобы, вы назначаете терапию. И, конечно же, купирование болевого синдрома. Какие же препараты основные классы? Это секретолитики, ингибиторы протонной помпы. В принципе, вы выбираете любой, который доступен, и поликлиники, или который вы хотите. Начиная от первого поколения мипрозола и так далее. Лансапрозол, пантапрозол зарегистрированы у нас в России. Разные формы. Есть оригинальные, есть дженерики. То есть не играет такого принципиального значения. И нет таких рекомендаций, чтобы рекомендовали только один класс ингибиторов протонной помпы. Но при эрозивно-язвенных поражениях и, например, при коронарографии, приеме антиагрегантов, есть определенные классы ингибиторов протонной помпы, которые блокируют. То есть они проходят трансформацию через систему цитохрома P450 и, соответственно, могут снижать инфективность антиагрегантов. Но об этом мы поговорим в следующих лекциях. Антоциды используются при лечении гастрита. Это гастропротекторы. Огромная группа препаратов. Это обволакивающие, вяжущие, наверное, самые распространенные, о которых все знают, соли висмута. Есть синтетические аналоги простагландина Е-мизопростол. Последнее время огромную популярность получил. И во всех рекомендациях упоминается препарат стимулятора синтеза эндогенового простагландина Е-2-ребомипид. И антибактериальные препараты, как я вам сказала, для эридикации хеликобактер пилори. Первичная профилактика – это, конечно, активное выявление факторов риска элит с предрасположенностью к возникновению данного заболевания. Если у нас есть настораживающие, не у нас у пациента, настораживающие признаки, вы назначаете диспансерное наблюдение этим пациентам. Теперь мы поговорим о язвенной болезни желудка 12-перстной кишки. И хочу еще раз акцентировать, что мы не путаем язвенную болезнь с эрозиновыми и язвенными поражениями другой этиологии. То есть мы сейчас будем говорить о истинной язвенной болезни, которая во всех источниках и рекомендациях упоминается как пептическая язвенная болезнь. То есть язвенная болезнь, которая ассоциирована с повышенной кислотопродукцией и часто ассоциирована с хеликобактер пилори. Язвенная болезнь желудка 12-перстной кишки – это хроническое заболевание желудочно-кишечного тракта, основным проявлением которого является формирование достаточно стойкого язвенного дефекта в желудке или 12-перстной кишке. Чаще всего, ну процент в общем-то заболеваний у мужчин и женщин, вы видите по статистике, примерно одинаков. Локализация язв 12-перстной кишки встречается в 4 раза чаще. Надо помнить о том, что если мы видим язву в желудке, особенно пожилой возраст, должны задуматься о раке желудка. По данным Росстата с 2006 года заболеваемость язвенной болезни у нас значительно снизилась. И вы, наверное, тоже об этом знаете, потому что все эти пациенты наблюдаются в амбулаторных условиях. Опять же, мы не путаем эрозиноязвенное поражение, которое чаще осложняется кровотечением и так далее при других нозологиях. Когда еще не открыли хеликобактер пилори, было такое выражение, что нет кислоты, нет язвы. Когда в 2005 году получили Нобелевскую премию Барри Маршал и Робин Уоррен, с этого же времени стало выражение, что нет хеликобактер пилори, нет ассоциированной язвенной болезни. Но есть такие пациенты, которые молоды, у которых есть язва желудка или 12-перстной кишки, у которых нет никакой сопутствующей патологии, но у них и нет хеликобактер пилори. И вот доказано, что генетический фактор в развитии язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки также играет достаточно большую роль. И вы, наверное, помните старые основные учебники внутренних болезней, в которых указывается на то, чтобы собирали анамнез. Да, и анамнез язвенной болезни у ближайших родственников как раз является прямым указанием развития язвенной болезни у пациентов. Здесь перечислен достаточно большой спектр генетической предрасположенности. Считается, что даже группа крови первая является более предрасположенной к развитию язвенной болезни. Но на это мы, наверное, останавливаться сейчас уже не будем. Какие симптомы характерны? Это боли в первую очередь в области пегастры. Иногда настолько интенсивный болевой синдром, что происходит радиация. И вы видите, что в левую половину грудной клетки, левую лопатку. И вы знаете, что везде в дифференциальном ряду острого коронарного синдрома есть и обострение язвенной болезни и желудка 12-перстной кишки. Боли возникают сразу после приема пищи. Это при язвах кардиального и субкардиального отдела желудка. Через полчаса или час после еды при язвах тела желудка. И для язвы 12-перстной кишки характерно возникновение боли через 2-3 часа после еды. Для язвы 12-перстной кишки как раз характерны голодные боли, которые возникают натощак и проходят после приема пищи. Патагмоничным симптомом является облегчение боли, болевого синдрома после приема любых антисекреторных препаратов. Если читать старые учебники, вы помните, сейчас конечно это ужас, но принималось даже раствор соды, старые-старые учебники и пациент оккупировал. Сейчас конечно антоциды и это такой патагмоничный симптом. Если приходят пациенты и говорят о том, что облегчение болевого синдрома, то вы должны задуматься конечно о язвенной болезни. Ну естественно это симптомы отрыжка, кислота, тошнота, мы об этом говорили. Что же мы видим и еще на что хочется обратить внимание, раньше это было прям закономерностью, но тем не менее, почему-то в последнее время об этом забывают спрашивать, что при все-таки для язвенной болезни, истинной язвенной болезни характерность сезонность, то есть весеннее и осеннее обострение. Объективно болезненность при пальпации в области эпигастрия, это как бы такой патагмоничный признак для язвенной болезни в желудке, 12-перстной кишке. Общей классификации язвенной болезни не существует, но если правильно формировать диагноз, нужно в первую очередь указать язвенная болезнь, где она локализуется. То есть это язва желудка, если желудка, то в каком отделе локализуется, если 12-перстной или 12-перстной кишке. Для желудка очень играет колоссальную роль, я уже об этом сказала, расположение, то есть по большой или по малой кривизне. Число язвенных поражений, это одиночная язва или их несколько, вы, наверное, слышали уже термин целующиеся, так называемые язвы, друг напротив, друга располагаются. Нужно описывать размер язвенного дефекта, это тоже очень важно, потому что если мы видим язвенный дефект по большой кривизне, вот среднего размера и больше, опять же мы должны сразу думать о раке желудка. Почему я акцентирую на это? Потому что иногда берется 1-2 биоптата из краев язвы и пропускают сам рак желудка, и пациент уже приходит на стадию метастазирования. К сожалению, рак желудка чаще всего это безболевая форма, к сожалению. Стадия течения заболевания, то есть когда мы указали размеры, локализацию, мы должны еще указать, я не сказала, наличие хеликобактерной инфекции, это важно, она есть или ее нет. И стадия течения заболевания, то есть это обострение, это рубцевание, это уже ремиссия. Если мы иногда видим пациентов с гастроскопией, у которых рубцово-язвенная деформация, если мы видим рубец, это говорит о том, что у пациента была язвенная болезнь, возможно, еще впереди будет обострение. И если были осложнения, кровотечение, оперативное лечение по поводу прободения, пенетрации, это нужно обязательно указывать в диагнозе, это очень важно, даже если это было 10-15 лет назад. Обращать внимание нужно на симптомы красных флагов, это кинжальные боли, то есть это острохирургическая патология. Мне кажется, даже студенты первого курса знают, что если рвота кофейной гущей, если черный стол у Милена, то нужно решать вопрос о немедленно госпитализации в стационар. Опять же вернемся к хеликобактерной инфекции. Хеликобактер пилори, когда открыли, практически эта бедная бактерия, она была виновата в абсолютно всех нозологиях и заболеваниях. Как только доктор видел хеликобактер пилори, любому пациенту назначалась эрадикация. Причем эрадикация иногда назначается до сих пор неправильно. В каком плане? Потому что доктор думает, зачем назначать два антибиотика по рекомендациям, это же очень сильные препараты. Мы назначим один. И что получается? Получаем только резистентность хеликобактер пилори к бактериям, но никакого эффекта и все побочные действия антибиотик терапии. Хеликобактер пилори ассоциированы с заболеванием, что точно вызывает гастрит, язвенную болезнь и самое грозное и главное рак желудка и мальтлимфома желудка. И сейчас мы поговорим о абсолютных и относительных рекомендациях для эрадикации. То есть мы не можем всем подряд назначать эрадикацию. Мы должны взвешивать, опять же я напомню о том, что два антибиотика для эрадикации назначаются. Для язвенной болезни характерны достаточно классические методы исследований. Общая биохимия, диагностика инфекции хеликобактер пилори любым удобным способом, который доступен в условиях и в поликлинике. Необходимы дополнительные методы исследования, они назначаются и диагностируется хеликобактер пилори, о чем я сказала выше. Дифференциальная диагностика, как я вам сказала, эрозивно-язвенные заболевания, они вызываются огромным спектром нозологии, особенно пожилых пациентов. У нас будет отдельная тема и об этом мы поговорим более подробно. И вот правила формулировки диагноза, примеры, то есть язвенная болезнь, с чем ассоциировано, обострение или нет, где локализуется. Мы об этом также проговорили в классификации. Итак, какое же лечение назначается? Назначается диета, рекомендуется избегать факторов, которые провоцируют образование язвенной болезни. Назначаются ингибиторы проптонной помпы и назначается радикационная терапия. По поводу, как же улучшить результаты. Вы знаете, что есть так называемые мастерские соглашения. Они из года в год проводятся и степень доказательности достаточно высокая. Каждый раз разрабатывают механизмы или схемы лечения для язвенной болезни. Как улучшить результаты? Нужно назначать высокие дозы ингибиторов протонной помпы. В принципе, нет четкой рекомендации, какие. Вы выбираете любые, которые доступны в амбулаторных условиях или в условиях стационара, где вы работаете. Они назначаются дважды в день и назначаются в двойной дозе. Это очень важно. Увеличивается продолжительность тройной терапии с ингибитором протонной помпы и клоритромицином. Очень много лет была схема 7 дней антибиотикотерапии. Сейчас необходимо 14 дней назначать для эридикации хеликобактер пилори. Эффективность схем, которую вы выбираете, они, в общем-то, эквивалентны. То есть ингибитор протонной помпы клоритромицин плюс метронидозол или клоритромицин плюс амоксицилин. Здесь колоссальную роль еще играет все-таки аллергоанамнез у пациента. Добавление к стандартной дозе терапии висмототрикалия децитрата в дозе 240 мг 2 раза в сутки, он улучшает эффективность эридикационной терапии. Это рекомендация последняя. А теперь кому же нужно назначать точную эридикацию? Это если мы диагностируем додональную или желудочную язву. Если есть мальтлимфома, это 100% абсолютное показание к назначению эридикации. Если есть атрофический гастрит, то есть это тоже доказано с циррами как раз хеликобактер пилори, назначается эридикация. Если был рак желудка и после резекции выявляется язва и ассоциирована с хеликобактером пилори, это абсолютное показание к эридикации. И пациенты, являющиеся родственниками первой линии с раком желудка, у кого хеликобактер пилори, тоже назначается эридикация хеликобактер пилори. Относительно это НПВП, гастропатия, функциональная диспепсия, гастроизофагально-рефлюксная болезнь. То есть здесь на усмотрение врача назначается эридикационная терапия. Но мы помним о том, что неблагоприятный прогноз, если мы планируем длительно назначать ингибиторы протонной помпы и не проведена эридикация хеликобактер пилори. То есть создаются комфортные условия для развития и колонизации хеликобактер. Поэтому вы должны все учитывать, если у вас пациент, например, с гастроизофагально-рефлюксной болезнью, как долго вы будете продолжать терапию, какая степень и так далее. И учитывая центральную роль хеликобактер пилори в этой прогрессии, вот ВОЗ классифицировал эту бактерию как канцерогенное вещество первого класса. То есть роль ее в развитии рака, она практически абсолютно доказана. Но существует первая линия и вторая линия терапии. Каким образом они проводятся? Вот стандартная тройная терапия, это ингибиторы протонной помпы, клорид, ремицин, амоксицелин или метринедозол до 14 дней. Или вот добавляется, вы видите, ниже препарат Висмута. Когда вы назначаете, есть сейчас оценка в регионы с низкой резистентностью и с высокой резистентностью. Вы знаете, что особенно городские округа, они чаще всего с высокой резистентностью бактерий, потому что до последнего времени, вы знаете, что в аптеках был даже безрецептурный отпуск антибактериальных препаратов. И мы сейчас встречаемся с высокой резистентностью, и это огромная проблема. Когда пациенту проводится эрадикационная терапия первой линии, назначается контроль наличия хеликобактер пилори. Очень важный момент, что не менее месяца, через месяц, нельзя сразу 14 дней вы дали антибактериальные препараты, и через 14 дней назначаете контроль хеликобактер пилори. У вас может быть ложноположительный результат, то есть нужно, необходимо контролировать через месяц. И вот если положительно опять хеликобактер пилори, то назначается вторая линия. На что хочется еще обратить внимание. Хеликобактер пилори – это бактерия, которая передается, соответственно, при нарушении гигиенических элементарных процедур. Если это супруги, у супруга есть хеликобактер пилори, а у жены хеликобактер пилори эрадикация, то необходимо решить вопрос эрадикации у мужа. То есть об этом нужно не забывать и говорить. Так вот, если выявляется, после проведения первой линии терапии хеликобактер пилори, назначается вторая линия терапия. А классическая квадратерапия или классическая квадратерапия с левофлоксоцином и моксицелином, то здесь уже решает доктор. И мы возвращаемся о том, что, помните, я вам говорила, что есть определение чувствительности к антибиотикам хеликобактер пилори. И, конечно, если есть возможность в условиях стационара или поликлиники, логичнее сделать посев и определить оптимальную схему для эрадикации. Что же нужно сделать или какие факторы способствуют частым рецидивам и замедленному заживлению? Об этом нужно не забывать. Во-первых, это персистирование инфекции хеликобактер пилори. О чём я вам сказала, вы провели хорошую эрадикацию, не соблюдают условия гигиены, хеликобактер пилори опять может быть у этого же пациента. Приём параллельно анистероидных противовоспалительных препаратов, он может удлинить прогнозы и сроки лечения этих пациентов. Наличие скрыто протекающего синдрома Золингера-Эллисона. Но, конечно, это нужно всё-таки обращать внимание на более молодых пациентов, которым вы назначаете хорошую терапию, двойную дозу ингибиторов протонной помпы. На срок тот, который необходим, а у пациента практически нет эффекта. Нужно заподозрить. И нужно направить специализированный стационар, то есть в отделение гастроэнтерологии или в центр гастроэнтерологический, где проведут как раз высокоочувствительные методы для определения этого синдрома. Низкая приверженность больных к лечению. Даже если вы назначили хорошую, правильную терапию, нужно пациента убедить о том, чтобы он принимал. Потому что всё-таки это и антибактериальная терапия, это дважды в день приём лекарственных препаратов на протяжении минимум 14 дней. То есть нужно сразу говорить о том, чтобы пациент принимал препараты так, как надо и столько, сколько надо. Неправильное признание язвенной болезни хеликобактера пилори негативной. То есть неправильно определили или не определили, что есть хеликобактер пилори. Существует метод такой ошибки, поэтому я вам и говорила, и акцентировала внимание ваше на то, что необходим тот метод, который точно подтвердит, есть хеликобактер пилори или нет. И снижение эффективности радикационной терапии, то есть уже доказано, что 14 дней нужно лечить, а доктор назначил на 7 дней антибактериальную терапию. То, соответственно, эффективность она будет снижена. Реабилитация раньше была широко распространена, в последнее время это все ушло, но тем не менее существует, есть огромный центр реабилитации. И нужно рекомендовать пациентам санаторно-курортное лечение после курса терапии язвенной болезни желудка 12-перстной кишки. Ну и естественно, когда есть сопутствующая патология, нужно учитывать совместный прием лекарственных препаратов и проводить диспансеризацию этим пациентам. Итак, резюмируя то, о чем сказала выше, когда приходит пациент к доктору на прием, нужно спросить, когда появилась боль, является ли она постоянно ли прерывистой, какое время она беспокоит, что ее облегчает, сопровождается ли тошнотой и рвотой. Есть ли острые хирургические какие-то симптомы, то есть макофейная гуща, черный стол. И есть ли какая-то сопутствующая патология, особенно ассоциирована с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов. Итеология резиноязвенных заболеваний, она обширная, соответственно, мы должны диагностировать сопутствующую патологию и учитывать факторы риска пациентов. Ну и вот ниже представлен очень коротко алгоритм, что характерно, на какие факторы риска мы должны обратить внимание, для каких отделов характерна боль и типичные симптомы, и, соответственно, проводить лечение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...